Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Дело добровольное, но необходимое. Сочинцев призывают страховать свое имущество. Для этого есть и краевая программа. С наступлением весны в Сочи вновь стали бороться с вирусом ЗИКа. Уничтожать комаров-разносчиков будут все лето. Работу с населением признали неудовлетворительной. Сочинские советы профилактики намерены бороться с пьянством. Мгновение из жизни природы, которую мы должны сберечь. В Сочи открылась фотовыставка «Кавказ-Заповедный». Кубанское казачье войско должно быть не просто самым сильным в стране. Сегодня ему необходимо стать экономически самостоятельным. Так считает Вениамин Кондратьев. Для этого районным казачьим обществам губернатор предлагает подготовить свои инвестпроекты, а власти помогут их реализовать. Сегодня Кубанское казачье войско не то, которое было 10 лет назад. Другие обороты, другие высоты, другая интеграция в реальную жизнь региона. Сегодня вы везде. Вы с властью и власть сегодня с вами. Поэтому не воспользоваться этим нельзя. Никогда казачество не станет реальной силой в этом крае, если не будет принимать участие в экономическом обороте региона. Давайте посмотрим на весь спектр сегодня экономики региона. Покажите вектор, где вы сможете реализоваться. Давайте в конкретном счете поставим вопрос о том, что каждое районное казачье общество должно иметь свои инвестпроекты в том числе. Если мы говорим об экономической вовлеченности казаков в экономику региона, вы как никто и иные знаете проблемы района собственных и возможности, потенциал вы знаете каждого муниципального образования там, где живете. Экономическая стабильность станет стимулом для молодежи прийти в казачество. Ведь атаманов тоже нужно растить, отмечает глава региона. И именно от того, как сегодня будут проводить воспитательно-патриотическую работу, зависит будущее нашего края. Вы, как никто другой и никто иный, должны быть опорой социальной и экономической стабильности в нашем регионе. В этом-то есть смысл сегодня казачества. Я уже не раз говорил про союз казачьей молодежи. У нас есть казачьи школы, казачьи классы, кадетские корпуса казачьи. У нас есть чем наполнить союз казачьей молодежи. И мы до сих пор его не создаем. Ну где эта молодежь? Ну дайте активных ребят, которые смогут стать лидерами союза казачьей молодежи. Могут повезти за собой. Это будет реальная сила, с которой не договориться, не купить, я надеюсь, будет невозможно. Это нужно сегодня. А завтра еще нужнее будет. Более 3,5 миллиардов рублей требуется Краснодару на ремонт дорог. Состояние городских автомагистралей сегодня оценил Вениамин Кондратьев. Между той встречкой и этой возрасте. Вместе с мэром Евгением Первышовым глава региона проехал по самым проблемным улицам Новороссийской и Тургенева. Разбитая большегрузами проезжая часть там скорее напоминает полосу препятствий. Это просто неуважение и к себе, и к жителям Краснодара. Это в корыте. В корыте-то не дорога. А если дождь? А если какая-то, допустим, ненасть? Здесь просто что, еще и плавать приходится? Как отметил Вениамин Кондратьев, на ремонт дорог к краевой столице уже выделено более 2 миллиардов рублей. Еще полтора миллиарда на эти цели предусмотрено направить до конца года. Это беспрецедентная сумма. В первую очередь деньги пойдут на капитальный ремонт улиц Восточно-Кругляковская, Новороссийская и Тургенева. А Сочи возглавил рейтинг городов для первого в жизни путешествия. Наш город стал самым популярным у россиян внутренним направлением. Такой ответ дало большинство российских участников опроса, проведенного по заказу сервиса бронирования отелей booking.com. На втором месте по востребованности находится Москва, замыкает тройку Санкт-Петербург. В пятерку лидеров также были включены Краснодар и Екатеринбург, сообщает администрация города. Храм в честь нерукотворного образа Христа, больше известный как Олимпийский, передан в безвозмездное пользование Екатеринодарской и Кубанской епархий на 49 лет. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. С инициативой передачи храма выступил настоятель прихода архимандрит Флавиан. Проект постановления был выставлен на голосование и принят депутатами. Как уточнили в департаменте строительства, это плановая процедура. Пока объект строился, он находился на балансе главного управления строительства Краснодарского края. Теперь же его по плану передают заказчику проекта. В безвозмездное пользование Екатеринодарской и Кубанской епархии переходит сам храм стоимостью полмиллиона рублей, а также звонница, аналой, акустические системы и многое другое. Построенный в преддверии Олимпийских игр в Сочи, храм в византийском стиле стал одной из главных достопримечательностей Олимпийского парка. Высота сооружения 43 метра, а площадь более 6000 квадратных метров. Место было выбрано не случайно. Неподалеку нашли основание византийского храма IX века. Строительство велось с августа 2012 года, а первая служба была совершена накануне открытия Олимпиады. Страхование имущества или жизни – дело добровольное. Однако власти Сочи обеспокоены тем, что при потере имущества, например, вследствие пожара, люди остаются на улице, а от возможных рисков уберечь себя несложно. Как именно, расскажем далее. Одно дело, когда жилье, например, вследствие пожара или наводнения можно восстановить, другое, когда оно полностью утрачено. А ведь если бы была страховка, пострадавшие знали бы, что не останутся без защиты. А защита – это получение страховой выплаты. Это нужно. Это помогает не только оградить себя от этих возможных рисков, но и, по крайней мере, встать на цивилизованный путь сохранения своего имущества для себя и для близких. Вот эта программа, которая с 2015 года реализуется, она возникла не на пустом месте. В Краснодарском крае произошло масса всяких стихийных случаев, чрезвычайных ситуаций и так далее. И люди, которые были не подготовлены в один миг все потерять и так далее, очень часто говорили, а мы не знали. Раньше была обязательная система страхования, теперь сам человек выбирает обезопасить себя от возможных рисков или жить надеясь на то, что ничего не случится. Сейчас, например, в Сочи чуть более десятка страховых компаний, но какую из них выбрать? Люди, конечно, доверяют той, которая работает не один десяток лет и имеет хорошую репутацию. Приходят сначала просто на консультацию. Ну, во-первых, ознакомиться с правилами страховых услуг. Ну и в будущем, конечно, страховаться, потому что сейчас жизнь такая непростая. И нужно понимать, что есть какая-то гарантия, что если что-то случится, что страховая компания заплатит. Более того, существует разработанная Крайм с 2015 года, единая программа страхования жилья, и по ней в Сочи работает только одна страховая компания. Именно она и оплачивает 70% возмещения ущерба, 30% – краевой бюджет. Кстати, в офисе достаточно много клиентов. Это говорит о том, что люди задумываются о будущем. На страхование, конечно, не стоит экономить. Надо об этом задумываться. Я просто повторюсь, да, тем более в тяжелое время. Потому что потерять большую сумму стоимости квартиры в миллионах исчисляемую, либо стоимости машины, или, не дай бог, какие-то проблемы со здоровьем, деньги всегда нужны в тяжелое время, и поэтому мы рекомендуем и призываем жителей нашего города все-таки обратиться и задуматься о том, что страховаться необходимо. И для этого созданы сейчас все условия вместе с администрацией города и с администрацией края. Влада Луценко давно клиент страховой компании и говорит, не зря приобретала ежегодно страховой полис. Случилась беда и помощь как никогда оказалась кстати. У нас произошло возгорание в квартире. Пожалуй, был не сильный, но задумление, копчение. Мы нанесли ущерб соседям. То есть, конечно, это была очень неприятная ситуация. Обратились в страховую компанию. Но вот за два месяца практически мы решили наш вопрос, получили выплату и дружны с соседями, и остановили свою квартиру. И все у нас сейчас в порядке. Мы довольны. О том, чтобы обезопасить себя от возможных рисков, не раз говорит глава города Анатолий Пахомов. На очередном сходе граждан в микрорайоне Донской он привел в пример сгоревший дом в Лау. Всем нужно рассказывать. Страховаться надо. Пожар случился. Страховаться надо. Что происходит? Люди не страхуются, погорят, а потом идут ко мне. Но оказать всем помощь муниципалитет не в силах. Более того, тратить бюджетные средства на частную собственность запрещено законом. А справиться с бедой порой помогает обычное страхование. Тем более, что страховой полис не стоит больших денег. Например, по краевой программе стоимость страхового полиса квартиры 900 рублей в год. А максимальная сумма выплаты полмиллиона рублей. Застраховаться можно и на большую сумму. Соответственно, будет и более крупное возмещение. С наступлением весны в Сочи вновь стали бороться с вирусом ЗИКа. Уничтожать комаров-разносчиков лихорадки будут весь летний сезон, а также осенью вплоть до ноября. Случаи завоза лихорадки ЗИКа на территорию России в последнее время не отмечались. Но меры предосторожности все равно будут приняты очень серьезные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Переносчиками опасного вируса могут стать комары нескольких видов. В России насекомые встречаются только на территориях с субтропическим климатом. То есть из Сочи, а также в соседней Абхазии. Сочинские полицейские изъяли из незаконного оборота около 200 литров алкогольной продукции. В городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Анаконда». Информация о том, что по улице Дагомысской в одном из магазинов ведется продажа спиртного, поступила в дежурную часть отдела полиции от местных жителей. На место выехали сотрудники отдела исполнения административного законодательства. В ходе проверки полицейские установили, что 43-летний предприниматель в нестационарном торговом объекте продавал крепкий алкоголь и пиво без соответствующей лицензии. В настоящее время в отношении предпринимателя собран административный материал и передан в суд. Из оборота изъято более 200 литров алкогольной продукции различных марок. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незаменимая сообщать в полицию по телефону 02. Ну и теме алкоголя сегодня посвятили и заседание антинаркотической комиссии города. Рассматривалась работа с населением Советов профилактики. Она признана неудовлетворительной. Поскольку количество лиц, страдающих алкоголизмом или бытовым пьянством, не уменьшается, а наоборот только растет. Заместитель главы города Ирина Романец называет ситуацию с алкоголизмом в Сочи критической. За последние два месяца 2016 года в больницу с диагнозом «острое отравление алкоголем» попало 173 человека. А в январе больше чем в два раза 374 из них, что самое страшное – 13 подростков. До революции на душу населения приходилось 2 литра алкоголя в год. В настоящее время эта цифра зашкаливает до 15-18 литров алкоголя на душу населения россиянина. Есть такая научная гипотеза, тенденция, что после 8 литров на душу нация начинает деградировать и вымирать. Заместитель главы города потребовала усилить работу советов профилактики. Главный акцент сделает на реализацию проекта «Сочи вне зависимости». Сегодня единый информационный день. Во всех районах кинотеатров и домах культуры состоялись встречи с горожанами. Кроме лекций продемонстрировали фильм «История одного обмана». За все годы самых страшных войн, самых жутких техногенных катастроф и самых страшных паразитарных болезней ни одна из этих ситуаций не выкосила больше людей, чем алкоголизация населения. У нас уже каждый десятый житель нашей страны алкоголик и каждый третий фактически бытовой пьяница. По-прежнему непростая ситуация с безрецептурным отпуском лекарств. Рейды по выявлению городских аптек, нарушающих федеральный закон, будут продолжаться. Гелена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и продолжаем выпуск. В ночь с четверга на пятницу воду отключат в нескольких районах Сочи. Так с 10 вечера четверга до полудня пятницы в связи с плановыми работами на насосной станции Пасечная будет отсутствовать водоснабжение на улицах Подгорная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Тельмана, Цурюпы, Бамбуковая, Плехановая, Инжирная, Крымская, Волжская, Полтавская, Ландышевая, Анапская, Яблочная и Целинная. И переулки Чехова, Строительный, Пасечный, Рахманиного, Теневой. Также с 10 вечера до 9 утра в связи с работами на водозаборе реки Сочи будет отсутствовать холодное водоснабжение на улицах Гагарина, Чайковского, Цветной бульвар, Новоселов, Донская, Красноармейская, переулки Рабочий, Ривьерский, Гуковский, Хлебозаводской. Возможно, пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды на улицах Туапсинская, Невская, Титова, Трунова, параллельно Одесско-Островского и Новогинская. Кубани-Энерго завершает установку многофункциональных приборов учета в поселках Лазаревского района. В общей сложности потребители района получат более 15 тысяч современных умных счетчиков. В чем их преимущество, расскажет Татьяна Говоркова. На смену громоздким счетчикам на фасадах приходят вот такие интеллектуальные приборы учета. Кубани-Энерго устанавливает их всем абонентам, непосредственно присоединенным к сетям компании. Все работы проводятся за счет инвестора по энергосервисным контрактам, а значит потребители получают умные счетчики бесплатно. Мероприятие направлено только на улучшение качества обслуживания клиентов. У этих приборов много плюсов. Во-первых, возможность дистанционно считывать показания. Второе, платить по зонам суток, соответственно, снижать финансовую нагрузку на домашний бюджет, оплачивая электрическую энергию по ночному тарифу, который гораздо меньше, чем дневной. Ну и, соответственно, у потребителя уходит время содержания приборов учета, оно ложится полностью на сетевую компанию. Новый прибор учета получила и Марина Кочеткова. Даже за месяц, говорит жительница улицы Лесная, разница ощутима. Не только качество электроснабжения в ее районе улучшилось, но и удалось сэкономить. Очень легко пользоваться этим, очень удобно. И есть ночной режим. То есть мы всегда пользуемся, допустим, какой-то техникой ночью, там стиральной машинкой, посудомоечной машинкой. Это очень удобно, экономно. И вообще нам не нужно бегать снимать показания счетчику. Энергетики предостерегают сочинцев от попыток вмешаться в работу новых счетчиков для снижения показаний. Находятся лица, предлагающие подобные сомнительные услуги. Мошенники утверждают, что выявить такой заряженный счетчик невозможно. На самом деле это обман. Приборы учета объединены в единую систему. Информация от каждого из них передается на главный сервер сетевой организации. На базе этих счетчиков создана коммерческая система учета, в которой мы можем отследить любые попытки потребителя вмешаться в счетный механизм прибора учета, остановить его каким-либо образом. Все это наглядно, оперативно можно выявить и пресечь. Совершенствование учета позволяет предупредить хищение электроэнергии, а значит, качество и надежность электроснабжения улучшаются. Это особенно актуально накануне курортного сезона. К другим новостям. Виктор Захарченко, художественный руководитель кубанского казачьего хора, отметил 79-летие. Праздник народный артист встретил в Сочи на сцене Зимнего театра. День маэстро прошел в рабочем режиме. Почти все время Виктор Захарченко узелил репетиции концерта. Программа состояла из народных шлягеров и авторских песен. Художественный руководитель, который, к слову, более 40 лет у руля, отметил, что концерт – повод взглянуть в прошлое, оценить свое творчество. Профессиональное искусство для того и существует. У нее задача несколько другая. Не только сохранять, но и продвигать ее. Нравятся мне мои родные песни. Те же самые песни Станицы Дядьковской. Но я хочу, чтобы их слышали. Я этого добился. Моя мечта исполнилась. Я ее провез, так сказать, по всему свету. Поздравить Виктора Захарченко пришли представители администрации и городской, и краевой деятели культуры. Слова благодарности звучали из уст участников хора, которые уже несколько десятилетий работают бок о бок с маэстро. Коллеги рассказывают, что их худрук продолжает творить даже на концертной площадке. Нередко меняет ход концертов. Этим во многом и обеспечивает неподдельную живость выступлением хора. У зрителей свои желания. Они приходят на концерт, услышат те или иные песни. И Виктор Григорьевич Захарченко с удовольствием исполняет и включает прямо в середине концерта. Кубанский казачий хор стал визитной карточкой края. Он выступал на крупнейших площадках всех континентов. Сейчас коллектив постоянно гастролирует. В год участники дают около 250 концертов. В начале марта Кубанский казачий хор вновь попал в Книгу рекордов России. Ансамбль совершил самый продолжительный тур по стране. За месяц артисты преодолели гастрольный путь в 20 тысяч километров. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В Сочи открылась традиционная весенняя выставка цветов коллекция. Чем делятся цветоводы в Сочи и какие сегодня растения на пике цветочной моды узнаем из нашего следующего сюжета. Площадь перед Домом культуры Центрального района на несколько дней превратилась в цветущий сад. А то прилавков не протолкнутся. Любители садов и огородов знакомятся с весенним и летним ассортиментом. Одни выбирают фруктовые деревья для сада – яблоко, персик, виноград. Другие – растения для дачных клумб, например. В ассортименте десятки видов. Жизнь заставляет тянуться к прекрасному, как-то жизнь себе продлевать положительными эмоциями. Это будет вечный интерес, вечный. Потому что люди внутри всегда добрые остаются. И вот здесь они становятся самими собой. Любители прекрасного цветоводы могли познакомиться и с коллекцией комнатных растений. Экспозиция развернулась в холле Дома культуры. Это не теряющая актуальность герани, фиалки и кактусы. Ну а на пике моды сегодня адениум. Растения с вот таким необычным стволом и корнями, которые находятся как будто над почвой. А украшают адениум цветы, напоминающие розы или лилии. Разведением этого вида сочинец Константин Голованов занимается последние 4 года. В его коллекции больше 6 тысяч таких цветов. Очень необычное растение, красивое. Можно любые формы придавать. Неприхотливое. Прекрасно чувствует у нас Сочи здесь. То есть достаточно интересно. И на одном растении можно методом прививки сделать несколько цветков. Например, на одном растении можно 3, 4, 5 разных цветков. То есть оранжевый, желтый, красный, черный, например. Подобные выставки в Сочи проходят весной и осенью. И традиционно собирают цветоводов со всего Краснодарского края уже 15 лет подряд. Выставка будет радовать своей цветущей экспозиции до 26 марта. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Кавказ-заповедный от Кубанской охоты до наших дней. В художественном музее открылась новая фотовыставка. 2017-й в России объявлен годом особо охраняемых природных территорий и годом экологии. В этом же году заповедной системе России 100 лет. И самое главное, Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2017-м отмечает свое 93-летие. К этому знаменательному событию Сочинский художественный музей и Кавказский заповедник представляют фотовыставку «Кавказ-заповедный», в которую вошли фотографии и уникальные исторические материалы об истории заповедника и его современном состоянии. Все 60 фотографий – это любительские работы, сделанные они научными сотрудниками. Здесь и рыси, и серные, и медведи, и сражающиеся кавказские благородные олени. Конечно же, реликтовые растения, горы, холмы, поляны и озера. Бирюзовая, Джукская, Кардывач, озеро Безмолвия. Как говорят сами авторы, фотоработы отражают ландшафтное биологическое разнообразие. Первая задача организаторов выставки – просветительская. Ну а вторая – передать зрителю впечатление очевидцев. Мы хотели бы показать разнообразие, в основном внешнее разнообразие ландшафтов в разные времена года, в разных условиях. Кавказский заповедник, он, в общем, репрезентирует на своей территории, ну как минимум, более половины всех ландшафтов и значительно более 2-3 животного мира, более 2-3 растительного мира Кавказа. Ну а на площади искусств можно ознакомиться с историей Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Здесь развернулась ретро-выставка. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.